Божье проклятие еретиков Третье царство, глава 15, стихи 25-34 Навад же, сын Иераваамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем два года И делал он неугодное пред очами Господа Ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова И убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Навад и все израильтяне осаждали Гавафон И умертвил его Вааса в третий год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него Когда он воцарился, то избил весь дом Иераваамов Не оставил ни души у Иераваама, доколе не истребил его по слову Господа Которое он изрек через раба своего Ахию Силамлянина За грехи и Иераваама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля За оскорбления, которым он прогневал Господа Бога, Израилева Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских И война была между Ассою и Ваассою, царем израильским, во все дни их В третий год Асы, царя Иудейского, воцарился Мааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце И царствовал двадцать четыре года И делал неугодное пред очами Господними И ходил путем Иераваама И во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля Еретики прокляты в будущих поколениях У Иераваама был сын по имени Нават Хотя он унаследовал трон своего отца, чтобы править Израилем в качестве царя Он в конечном счете был убит одним из своих слуг И вся его семья была истреблена Поскольку царь Нават был злым в глазах Иеговы И ходил путем своего отца Иераваама Проклятие смерти преследовало каждое поколение дома Иераваамова Когда царь Нават, сын Иераваамов, вел войну вместе под названием Гаваон Один из его чиновников по имени Вааса составил против него заговор Убил его и стал царем вместо него Когда Вааса стал царем Израиля, он истребил весь дом Иераваамов Никого не оставив в живых Иегова предрек это истребление дома Иераваамова Через пророка Ахию И это пророчество в точности исполнилось Как свидетельствует Библия, все, что Бог сказал Этим царям через своих пророков полностью сбылось Вааса, который составил заговор против царя Навата и убил его Передал свой трон сыну Но опять-таки чиновник Замврий составил заговор против нового царя и убил его Таким образом узурпировал трон царей Израиля Бог сказал, что из-за грехов, которые совершил Иераваам Он уничтожил каждого мужчину из его дома Поскольку грехи Иераваама вызвали гнев у Бога Он пообещал уничтожить каждого Кто последует его вере И все произошло соответственно этому слову Божьему В Израиле почти не было царей Которые умерли своей смертью После того, как взошли на престол Всем этим царям присуще то Что они совершали один и тот же грех Который совершал и Иераваам И были преданы смерти Богом Когда сын Иераваама стал царем Он грешил перед лицом Бога Точно так же, как его отец Иераваам В качестве своих богов Он избрал для поклонения золотых тельцов В которых верил его отец Этим он вызвал гнев Божий И в конце концов был убит Как и его отец Он грешил, назначая священниками Обычных людей И выбирая их по своему усмотрению В результате на него пало проклятие смерти Практически все цари Северного царства Израильского захватили власть С помощью измены Царь Нават был убит человеком По имени Вааса Который упоминается В сегодняшнем отрывке из Писания Вааса составил заговор Против своего царя Навата И убил его В месте под названием Гаваон Вааса убил его И стал царем Израиля Когда Ваасов зашел на престол Он истребил весь мужской пол В доме Иераваама Никого не пощадив Остав царем Вааса уже сам грешил Так же, как и Иераваам Жалкая и порочная вера Передавалась из поколения в поколение И все это из-за ложной веры Одного человека Как ребенок наследует кровь Своих плотских родителей Так вера-еретика Была унаследована Его преемниками Здесь мы должны иметь в виду Что всякая вера Передается из поколения в поколение И наследуется другими людьми Независимо от того Правильно она или нет Как в династии Сын наследует трон своего отца Так и порочная вера Передается из поколения в поколение И находит своих последователей Вот почему монархи Северного царства Израильского Совершали все те же грехи Которые совершал Иераваам Из-за того, что они совершали Одни и те же грехи Бог наказывал их Возбуждая против них Их чиновников Но когда эти предатели Сами становились царями Они продолжали грешить Точно так же Из этого мы можем извлечь Важный урок Вера всегда передается Из поколения в поколение До каких времен Дошла порочная вера Царя и Иераваама Мы очень хорошо это знаем И поэтому можно точно сказать Что порочная вера И Иераваама Дошла и до современных христиан Это потому, что христиане По всему миру Служат золотым тельцам Как своим богам Большинство из вас Наверное, знает Царя Ахава Самого нечестивого царя За всю историю Израиля Царь Ахав Правитель Северного царства Израильского Как обычно Унаследовал веру Иераваама Женой Его была Иезавель Эта чужеземка Вовсю Поклонялась Идолам Находясь в Израиле Она подчинила себе Царя Ахава И все свои усилия Направила На полное превращение Народа Израильского В народ Язычников Идолопоклонников После того, как Иераваам Воцарился над народом Северного царства Израильского Он сделал Двух Золотых Тельцов И заставил Народ Верить В этих Тельцов Как В Иегову Бога Сделав Это Он стал Основоположником Порочной Веры Которой И повел Израильтян И Эта Ложная Вера Иераваама Просуществовала До дней Иисуса Христа Неудивительно Ли это И Иераваам Явно был Наказан Богом За свою Ложную Веру Так Почему же Его вера Продолжала Передаваться Из Поколения В Поколение Почему Народ Израильский Раз За Разом Повторял Ошибки Иераваама И Страдал Из-за Них Отлично Зная Что Эта Вера Ложная Даже В то Время Как Престол Северного Царства Израильского Переходил Из рук В руки Вера Царей Израиля Оставалась Одной И той же Независимо От того Кто Занимал Престол Законный Наследник Или Мятежный Чиновник Все Цари Без Исключения Наследовали Веру Иераваама Цари Северного Царства Израильского Сделали Первосвященниками Самих Себя И Ввели Народ В ложную Веру Вот Почему Народ Израильский Верил Так Как Велели Его Цари И Гневил Иегову Совершая Грехи Царя Иераваама За Что И был В конечном Счете Уничтожен Вместе Со Своими Царями Читая Третью Книгу Царств Я Подумал Народ Израильский И Его Цари Были Такими Жалкими Царская Родословная Продолжалась И Приходили Новые Цари Которые Должны Были Осознать Что Их Предшественники Были Прокляты За Поклонение Золотым Тельцам Как Своим Богам А Осознав Это Обратиться И Уверовать В Бога Правильно Но Они Не Отвратились От Своей Ложной Веры Я Не Хочу Чтобы Кто-нибудь Из Нас Был Таким Как Эти Люди Когда Сын И Ярова Ама Стал Царем Он Совершал Те же Грехи Что И Его Отец Поклоняясь Золотым Тельцам Как Идолам Но Не Только Сын И Ярова Ама Впал В этот Грех А И Весь Народ Уверовал Как Он И Последовал Его Путем Из-за Порочной Веры Царя И Ярова Ама Весь Народ Израильский Был Уничтожен Когда Цари Израиля Поняли Что Их Вера Порочна Они Должны Были Обратиться К Богу И Тем Самым Избежать Проклятия Но Вместо Того Чтобы Отвратиться От Ложной Веры Они Они Научили Этой Вере Свой Народ Они Научили Этому Свой Народ Потому Что Были Царями Израиля И Народ Израильский Верил Так Как Ему Велели Его Цари То же самое Происходит И В Современных Христианских Общинах Христиане Верят Так Как Их Учат Их Лидеры Некоторые Деноминации Придают Они Научили Современных Христиан Жить По Своей Собственной Вере Вместо Того Чтобы Эксплуатировать Веру Пасторов Мучеников Которые Жили Прежде Них Я Золот 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 Тельцам Сегодня Мы Видим Что Порочная Вера Продолжает Существовать В Христианских Общинах По всему Миру В Современном Христианстве Есть Такие Деноминации Как Пресвятеряне Методисты Баптисты И Святая Евангелическая Церковь Святая Евангелическая Церковь Это Деноминация Которая Получила Своё Распространение В основном Только В Корее За рубежом Она Имеет Мало Последователей Основные Деноминации Распространённые По всему Миру Это Пресвятеряне Методисты Баптисты Лютеране И некоторые Другие Эти Деноминации Обрели Известность В основном Благодаря Тому Факту Что Их Основателями Были Известные Богословы Великим Богословом Был Джон Уэсли Основатель Методистской Церкви Француз Жан Кальвин Тоже Был Известным Богословом Он Основал Пресвятерианскую Церковь А Лютеранская Церковь Была Основана Знаменитым Богословом Мартином Лютером Все Эти Люди Были Людьми Великих Свершений На Первый Взгляд Может Показаться Что В христианских Общинах По всему Миру Есть Много Великих Богословов Но Если Присмотреться То Оказывается Что Их Не так уж Много В двадцатом Веке Возникли Новые Деноминации Под общим Названием Церковь Пятидесятников Деноминации Которые Являются Ответвлением Харизматического Движения Придают Особое Значение Знамениям И чудесам И все Это для Того Чтобы Подражать Вере Ранней Церкви Их Последователи Считают Что Коль Скоро Божьи Чудесные Дела Совершались В эпоху Ранней Церкви То Такие Же Чудеса Происходят В их Жизни И Теперь Первые Последователи Харизматического Движения Считали Что Чудеса Исцелений Их Способность Говорить Языками И Другие Подобные Мистические Явления Которые Имеют Место Среди Них Являются Божьими Делами И Поэтому Они Объединились И Создали Свою Собственную Динаминацию Однако У них Не Было Лидера Который Мог Быть Четко Распознать Действительно Ли Эти Чудеса Говорение Языками Психическое Верить Истинность Своей Веры Их Единственной Целью Было Ревностное Служение Исследование Богу По Собственному Усмотрению А поскольку Сегодня У этой Веры Нашлись Слепые Последователи Мы Видим Что Они Фактически Поклоняются Золотым Тельцам Строго Говоря Таков Их Приговор Однако Подобная Слепая Вера Присуща Не Только Последователям Церкви Пятидесятников Посмотрите На Другие Деноминации Она Свойственна Каждой Из них То Что Проповедовал Джон Уэсли Называлось Общественной Евангелизацией Он Придавал Особое Значение Понятию Общественной Святости Говоря Евангелие Христова Не Знает Никакой Религии Кроме Общественной И Никакой Святости Кроме Общественной Короче Говоря Эта Евангелие Называлась Христианизацией Общества Соответственно Методистская Церковь В наши Дни Изо всех Сил Старается Подражать Вере Этого Богослова Вот почему Она Занимается Многими Благотворительными Делами И хвалит Тех Кто Находится В первых Рядах Подобных Движений Но С другой Стороны Пресвятерянские Богословы Воспитанные На учениях Жанна Кальвина Верят В учение О Предопределении В чем Заключается Понятие Божьего Предопределения Библия Говорит Так как Он Избрал Нас В нем Прежде Создания Мира Чтобы Мы Были Святы И Непорочны Пред Ним В любви Предопределив Усыновить Нас Себе Через Иисуса Христа По Благоволению Воли Своей Эфесянам Глава Первая Стихи Четвертый Пятый Этот Отрывок Означает Что Бог Заранее Предопределил К спасению Всех Тех Кто Верует В Евангелие Воды И Духа Посредством Которого Иисус Христос Полностью Изгладил Все Наши Грехи Однако Кальвинистское Учение О Предопределении Утверждает Те Кто Предопределены К спасению Обязательно Уверуют В Иисуса Христа Как Своего Спасителя Но Те Кто Не Предопределены Не Уверуют Никогда Неужели Это Истинное Божье Предопределение Нет Конечно Но Хуже Всего То Что Люди Которые Следуют За Этими Богословами Безоговорочно Принимают Кто Идут Идут Его Стопам Неизбежно Являются Проклятыми Вот Вот Почему Так Важно Придерживаться Правильной Точки Зрения Если Речь Идет О Вере В Бога Раньше Мне Было Трудно Понять Как Народ Израильский Мог Продолжать Исповедовать Веру Иераваама В Течение Тысяч Лет Прежде Когда Я читал Ветхий Завет Я думал Что Израильтяне Были Порабощены Вавилоном На 70 лет Из-за Своих Грехов Но Впоследствии Я понял Что Все Эти Страдания Постигли Их Из-за Того Что Народ Израильский Придерживался Веры Иераваама Перед Лицом Бога Все Что Нужно Было Сделать Израильтянам Это Всего Лишь Отвратиться От Ложной Веры Царя Иераваама Которой Придерживались Их Цари И Предки Но Они Не Смогли Этого Сделать И Продолжали Исповедовать Веру Иераваама Народ Израильский Верил Что Если Он Будет Поклоняться Образу Астарты Богини Плодородия То Его Потомки Будут Преуспевать Они Поклонялись Астарте Как Если Бы Она Была Богом И Просили У Нее Детей Богатства Здоровья Долголетия И Всех Других Плодских Благ Они Также Поклонялись Ваалу Веря Что Все Они Будут Преуспевать Плодском Смысле Слова Несмотря На то Что Люди Которые Исповедовали Веру Иераваама Поклонялись И Богу Они Наряду С этим Поклонялись Идолам Били Перед ними Поклоны И верили В них Не за это Ли Пророк Исаия И многие Другие Ветхозаветные Пророки Упрекали Народ Израильский И его Царей Но Несмотря на то Что Эти Цари Получали Упреки За свои Грехи Они Все равно Не прислушивались К словам Пророков Божьих И Поэтому Бог Часто Допускал Мятежи И Убийства Подобных Царей Вы Должны Осознать Что И в наши Дни Христиане Продолжают Исповедовать Все Ту же Веру И И И Рава Ама Но Несмотря На это Остаются В полном Неведении Об Этом Факте Даже В наши Дни Когда Христианство Придерживается Ложных Учений Эти Ложные Верования Находят Своих Слепых Последователей И Получают Распространение Среди Христиан Грешников В качестве Примера Давайте Обратимся К некоторым Учениям О Святом Причастии В Которое Верят Все Денаминации Такие Церкви Как Лютеранская Верят В Учение О Сосуществовании Которое Отстаивал Мартин Лютер Оно Несколько Отличается От Учения О Пресуществлении Но В действительности Эти Два Учения Почти Ничем Не Отличаются Друг От Друга Учение О Пресуществлении Утверждает Что Когда Человек Принимает Святое Причастие Хлеб И вино Пресуществляются В Настоящие Плоть И кровь Христа Во Время Тайной Вечери Когда Иисус Впервые Совершил Святое Причастие Была Использована Обычная Буханка Хлеба Иисус Преломил Эту Большую Буханку Хлеба И Раздал Куски Своим Ученикам Сказав Возьмите И Ешьте Этот Хлеб Ибо Это Тело Мое А Когда Иисус Поделился Со Своими Учениками Вином Он Сказал Им Возьмите Эту Чашу И Пейте Из Нее Ибо Это Кровь Моя За Многих Проливаемая Почему Он Установил Это Таинство И Повелел Им Совершать Его Всегда В ночь В ночь Когда Его Арестовали Чтобы Распять Он Взял Хлеб Возблагодарил Господа Преломил Его И Сказал Прием Примите Сие Сие Творите Когда Только Будете Пить В Мое Воспоминание Первое Коринфянам Глава Одиннадцатая Стихи Двадцать Четвертый Двадцать Пятый Очевидно Что Иисус Установил Это Таинство Чтобы Мы Помнили О деле Спасения Которое Он Совершил В Святом Причастии Хлеб Означает Крещение Которое Принял Иисус Чтобы Раз И навсегда Взять На себя Грехи Мира А Вино Означает Что Кровь Которую Он Пролил На Кресте Смыла Все Наши Грехи В Противоположность Этому Учение О Пресуществлении Утверждает Что Когда Католический Священник Освящает Хлеб И Вино Святого Причастия Произнося Следующую Молитву Огнец Божий Который Изгладил Грехи Мира Будь Нашим Заступникам То Хлеб И Вино Пресуществляются В Настоящие Плоть И Кровь Иисуса Иными Словами Это Учение Утверждает Что Когда Священник Молится Подобным Образом Хлеб И Вино Действительно Пресуществляется В Живое Тело Иисуса И Его Кровь И Поэтому Всякий Кто Ест Этот Хлеб Вкушает Тело Христова А Всякий Кто Пьет Эту Кровь Пьет Кровь Иисуса Такова Суть Учения О Пресуществлении Которое Исповедует Католическая Церковь Когда Лютер Отделился От Католической Церкви В процессе Реформации Он Принес С собой Почти Такое Же Учение Но Под Другим Названием Учение О Сосуществовании Или Соприсутствии Это Учение Гласит Что Сущности Хлеба И тела Иисуса Христа Соприсутствуют Когда Священник Берет Хлеб И Благодарит Бога Сам Лютер Проводил Причащение Так же Часто Как и Католики На Каждой Службе Лютер Который Был Монахом И Богословом Католической Церкви Сохранил Некоторые Ее учения И Обряды Когда От нее Отделился И Лютеранская Церковь Продолжает Целиком Исповедовать Эту веру Другим Примером Является Католическое Вероучение О Крещении Младенцев Которое Тоже Полностью Соблюдается Вот Каким Образом Вероучением Основателей Христианских Общин Слепо Последовали Все Христиане Однако Все Подобные Вероучения Являются Ложными С точки Зрения Слова Божьего Чтобы Участвовать В Святом Причастии Мы Должны Уверовать В Евангелие Воды И Духа И Только Тогда Мы Действительно Сможем Участвовать В этом Таинстве С верой Только То Что Родители Верят В Евангелие Воды И Духа Не Означает Что Их дети Будут Спасены Автоматически Неверно И то Что Человек Который Принял Формальное Крещение Каким-то Образом Спасется От Своих Грехов Скорее Он Должен Уверовать В Евангелие Воды И Духа Осознав Почему Иисус Был Крещен Иоанном Крестителем В реке Иордан Пролил Свою Кровь И Умер На Кресте Чтобы Это Сделать Он Должен Сначала Познать Основы Природы Человечества И Получить Правильное И Точное Представление О Его Грехах Мы Должны Проповедовать Истину Каждому Человеку Возвещая Всем Нашу Веру В Евангелие Воды И Духа Из-за Того Что Ошибочные Догматические И Доктринерские Вероучения Передаются Из Поколения В Поколение Современное Христианство Превратилось В Мирскую Религию Основание Вероучения Пресвятерианской Церкви Зыждется На Так Называемых Пяти Пунктах Кальвинизма Изложенных Кальвином Одним Из этих Пяти Пунктов Кальвинизма Является Учение О Предопределении Это Учение Гласит Что Бог Возлюбил Некоторых Людей И Решил Спасти Их От Греха Еще Прежде Основания Мира В то Время Как Другие Люди Не Были Им Избраны Поэтому Тех Кому Было Предопределено Спастись Бог Уже Спас В Иисусе Христе Приверженцы Этого Учения Таким Образом Утверждают Что Некоторым Людям Уже Предопределено Спастись И И Они Избраны Богом Чтобы Спастись И Взойти На Небеса Поверив Иисуса В то Время Как Те Кого Бог Не Возлюбил И Не Предопределил К Спасению Являются Отвергнутыми Подобные Вероучения Передаются Из Поколения В поколения В мирском Христианстве Вот Каким Образом Вера Религиозных Реформистов Целиком И Полностью Сохранилась До Сего Дня Следовательно Весь Вопрос В том Знали Ли Эти Религиозные Реформисты Евангелие Воды И Духа Если Они Его Не Знали И Проповедовали Только Половинчатое Евангелие То Современные Христиане Которые Унаследовали Их Веру Непременно Верят В то же Самое Половинчатое Евангелие К Каким Ужасным Последствиям Это Может Привести Понимаете Понимаете Ли Вы Что Исповедание Этого Половинчатого Евангелия Равносильно Подражанию Грехам Которые Совершал И Яроваам В Ветхозаветную Эпоху Почему Это Привело К Печальным Последствиям Разве Вера Авраама Не Передавалась В народе Израильском Из поколения В поколение От Авраама Она Перешла К Исааку И Иакову А народ Израильский Сформировался Из Потомков Двенадцати Сыновей Иакова И Они Сохранили Веру Своих Предков Даже Когда Страдали От Ужасных Скорбей Плоть До времен Самуила Израилем Управляли Пророки А После Смерти Самуила Его Должны Были Сменить Сыновья В Качестве Служителей Божьих Но Поскольку Их Сочли Недостойными Первое Царство Глава Восьмая Стих Третий Народ Израильский Попросил Бога Поставить Ему Царя И Тогда Бог Установил В Израиле Монархию А Его Первым Царем Стал Саул Однако Богу Был Неугоден Такой Человек Как Саул Бог Хотел Видеть На Престоле Давида И так Бог Сделал Царем Давида И Теократия На Короткое Время Была Восстановлена Взойдя На Престол Давид Управлял Израилем Мудро Установил Правило Согласно Которому Первосвященники Должны Быть Выходцами Из Дома Ааронова И Учредил Распределение Священников Установив Надлежащий Духовный Порядок Давид Передал Свой Престол Соломону Однако После Того Как На Престол Взошел Соломон Началась Трагедия Взойдя На Престол Соломон Взял Себе В жены Чужеземок И В конечном Итоге Утратил Свою Веру Во Время Его Правления По Всему Израилю Были Установлены Чужеземные Идолы В стране Начали Появляться Капища Посвященные Иноземным Богам Так Народ Израильский Начал Бить Поклоны Перед Идолами После Смерти Соломона Царем Стал Его Сын Раваам Но Царь Раваам Тоже Поклонялся Идолам Как И Соломон Из-за Того Что Соломон Совершил Слишком Много Грехов Бог Во Время Правления Его Сына Раваама Отделил От него Десять Колен И дал Их Человеку По Имени И И Раваам Поставив Его Во Главе Нового Царства Но Что Делал И Раваам После Того Как Стал Первым Царем Северного Царства Чтобы Защитить Свой Престол Он Из Опасений Что Народ Израильский Может Вернуться К Царю Южного Царства Раваам Составил Нечестивый Замысел Он Сделал Двух Золотых Тельцов И Поставил Их В Вифиле И Дане А Потом Заставил Свой Народ Им Поклоняться Он Перенес День Искупления С Пятнадцатого Дня Восьмого Месяца На Десятый День Седьмого Месяца А Также Назначил Священниками Обычных Людей Которые Не Были Потомками Левия И Так Народ Израильский Заменил И Ягову Бога Золотыми Тельцами В Ужасный Грех И Далопоклонство В Пали И Последующие Цари Израильские А Народ Израиля Им Подражал Все Они Переняли Веру Иераваама Вот Почему Если Вожди Заблуждаются Народ Под их Руководством Тоже Впадает В заблуждение Только Чтобы Погибнуть Телесно И Духовно Даже Несмотря На то Что Народ Израильский Пытался Сохранить Верность Богу Он Не Мог Изменить Порочную Веру Своих Царей Собственными Силами В нынешнем Иераваам 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 Израильсянам Ничего Не оставалось Кроме Как Продолжать Верить В ложь А так Как Последующие Цари И народ Израильский Продолжали Верить Подобным Образом Они Тоже Были Прокляты Даже В нынешнем Веке И В наше Время Практически Все Христиане Верят В Лжеучения Своих Динаминаций Сегодня Со Всеми Христианами По всему Миру Происходит Одно И то же В Корее Есть Комедийная Актриса Которая Недавно Очень Рассмешила Людей Появившись В юмористической Телепрограмме В образе Главы Вымышленной Религиозной Секты Которая Поклонялась Ожирению Ее Нелепый Образ Получился Очень Смешным И Хотя Я не могу Его Скопировать Я хотел Бы Попробовать Всякий Раз Когда Она Выходит На Сцену Она Начинает Импровизировать Следующим Образом Из Идите От Меня Все Тощие Скоро Наступит Эпоха Толстяков Ешьте Побольше Раньше Вы Были Худыми А А Теперь Вы Станете Очень Толстыми Я Глава Поклонников Ожирения Мое Имя Роженица Я Спасительница Всех Тощих В этом мире Затем Она Напевает Девиз Поклонников Ожирения Рожайте Природным Способом Питайтесь Материнским Молоком А после Она Начинает Свою Проповедь О Вы Тощие Грешники Сегодня Я Одарю Вас Благословениями Ешьте Покайтесь И Ешьте О Вы Жирные Сидящие Возле Меня Вы Уже Благословенные Но Тем Кто Еще Не Получил Благословений Я Снова Возвещаю Это Слово Сегодня Я Прочитаю Священный Отрывок Из Книги Обжорства Сегодня Я Хотела Я Хотела бы Поделиться С вами Словом И Возвестить О Невинности И Преображении Госпожи Креветки Благодаря Своей Отваге Она Пыталась Стать Миротворцем В Войне Китов Но Получила Перелом Позвоночника Примечание Редактора В Корее Есть Пословица Которая Гласит Киты Дерутся А У Креветки Спина Трещит Но Что Мы Сделали Разве Мы Не Потешались Над Ее Маленькими Глазами Однако Несмотря На Это Она Показала Свое Смирение Прогнув Спину И Это Еще Не Все Чтобы Исцелиться От Хронических Болезней В спине Она Себя Посолила И Изжарила Измолола Себя В Порошок Полила Себя Соусом И Принесла Себя В Жертву Чтобы Стать Кулинарным Блюдом Затем Она Вывалила Своё Тело В Муке Прыгнула В Кипящее Масло И Перевоплотилась В Лёгкую Закуску От Которой За уши Не Оттянешь После того Как Её Попробуешь Вы Пробовали Эту Закуску Из Креветки Вы Пробовали Креветочный Гамбургер Вы Пробовали Это Блюдо Эй Официантка Принесите К нему Соус А Затем Комедийная Актриса Поёт Если Вы Уснёте Устав От Еды Я Благословлю Вас Толстяки А Сейчас Мне Пора Другой Актёр Её Не Отпускает И Говорит Ей Роженица Почему ты Прекратила Свою проповедь Доброго слова Куда Ты Идёшь Я Иду Чтобы Сокрушить Поезда В Которых Нет Вагона Ресторана Когда Мы Посмотрим На Современный Христианский Мир Мы Увидим Что Он Мало Чем Отличается От Комедии Христиане Знают Что Иисус Был Принесён В Жертву Чтобы Искупить Человечество От Грехов Но Они Не Ведают Что Он Полностью Спас Всех Людей По Всему Миру От Их Грехов И Сделал Их Божьими Детьми Они Имеют Смутное Представление О Боге Не Понимая Что Он Действительно Полностью Избавил Нас От Грехов И Очистил От них Нашу Совесть И так Несмотря на то Что Многие Христианские Деноминации Исповедуют Веру В Иисуса Как В Своего Спасителя Евангелие Евангелие Которые Они Проповедуют В основном Представляет Собой Веру В Жертву Которую Принес Иисус Пролив Свою Кровь На Кресте Вот Почему Их Вероучения В сущности Похожи Друг На Друга Несмотря На Различия Между Деноминациями Они В основном Верят Что Иисус Их Любит И что Он Был Распят Чтобы Спасти Их От Грехов Мира Они Утверждают Что Были Спасены Жертвенной Кровью Иисуса Но Несмотря На Эти Утверждения Их Грехи По-прежнему Остаются В их Сердцах Если Сердца Этих Людей По-прежнему Остаются Грешными Хоть Они И Верят В Иисуса То Не Означает Ли Это Что Их Вера Ошибочна Как Смешно Все Это Как Глупо Что Грехи По-прежнему Остались В их Сердцах Вопреки Их Утверждениям Что Иисус Их Спас Когда Был Распят На кресте И Принес Себя В жертву Современное Христианство Превратилось В Смехотворную Мирскую Религию Которая Ничем Не Отличается От Комедии Рассказанной Выше Комедийная Актриса Которую Я Упомянул Наверное Раньше Ходила В церковь Возможно Именно Поэтому Она Пародировала Обычную Манеру Речи Проповедников Чтобы Люди Посмеялись На Прошлой Неделе Она Произнесла Следующую Забавную Проповедь Сегодня Я хочу Поделиться С вами Словом Из Послания Креветки Глава Такая-то Стих Такой-то Госпожа Креветка Прыгнула В сачок Чтобы Спасти Тощих Она Была Так Смиренна Что Никогда Не Превозносилась Над нами Несчастными А что Жи Мы Не Смириться Ли Нам Перед Ней Нет Вместо Того Чтобы Смириться Перед Ней Мы Посмеялись Над Той Которая Пожертвовала Собой Ради Нас Разве Это Не Пародия На Веру Христиан В То Что Иисус На Этой Земле Спас Нас От Грехов Принеся Себя В Жертву Из Любви К Нам Прежде Чем Продолжить Мы Должны Убедиться В том Что Даже Несмотря На То Что Христиане По Всему Миру Верят В Иисуса Как В Своего Спасителя Их Грехи По Прежнему Остаются В Их Сердцах Иными Словами В сердцах Современных Христиан По Прежнему Есть Грехи Это Означает Что Христианство Превратилось В Мирскую Религию Религия Это Плод Человеческой Мысли Христиане Которые Верят Во Христа Только В рамках Религии Оценивают Его Служение На Этой Земле По Своим Собственным Человеческим Меркам И Верят Только В То Что Они В Состоянии Понять Несмотря На То Что Иисус Пришел На Эту Землю Чтобы Спасти Грешников Многие Христиане Отрицают Даже Это Это Очень Смешно Это Настолько Смехотворно Что Меня Не Покидает Ощущение Что Я Смотрю Комедию Как Они Могут Так Смешить Людей Когда Они Говорят На Своих Собраниях Примите Божьи Благословения Их Слепые Последователи Кричат Аллилуйя Аминь Я Верую Они Придают Особое Значение Жертве Иисуса Утверждая Что Человек Спасается От Греха По Вере В Кровь Иисуса Которую Он Пролил На Кресте И Что Верующие В эту Кровь Уже Спасены Они Говорят Что Если Человек Жертвует Церкви Больше Денег Он Получит От Бога Больше Благословений Современное Христианство Превратилось В смехотворную Мирскую Религию Кто Несет За Эта Ответственность Все Это Из-за Современных Христианских Лидеров Которые Поклоняются Золотым Тельцам То То Что Что Сейчас Слышите Является Очень Важным Я Все Же Уважаю Христианских Лидеров Потому Что Они Тоже Люди Однако Что Касается Духовных Материй Я Говорю Им То Что Думаю Очевидно Что Христианские Реформисты Эпохи Средневековья И не Помышляли О Реальных Реформах И Столько же Очевидно Что Как Католическая Церковь Того Времени Была Порочной Так И Современные Протестантские Церкви Превратились В Мирские Религии Их Учения Далеки От Библии Они Не То Что Немного Отдалились Но Полностью Отошли От Священного Писания Поскольку Современное Христианство Низвело Себя До Положения Одной Из Мировых Религий Его Последователи Верят В Свои Собственные Учения А Него Иисуса Который Пришел По Евангелию Воды И Духа Верно Что Христиане Эпохи Реформации Хотели Реформировать Церковь И Жить Более Честной Жизнью На Основании Слова Божьего Они Очень Старались И Приблизились К Иисусу Но Несмотря На Это Современные Христиане По-прежнему Продолжают Вести Мирской Религиозный Образ Жизни Поклоняясь Золотым Тельцам Вместо Того Чтобы Жить Верой Чем Современные Католики И Протестанты Отличаются Друг От друга Если И те И другие Превратились В мирские Религии Начиная От их Архитектуры И Заканчивая Их Делами Они Имеют Так Много Общего Что Почти Ничем Друг От друга Не Отличаются Вы Должны Осознать Насколько Это Серьезно Что Современное Христианство Впало В грехи И Яроваама Сегодняшний Отрывок Из Писания Повествует О том Что Человек По имени Вааса Убил Царя Навата Также Написано Что Когда Вааса Взошел На престол Он Полностью Истребил Дом Иераваама Не Оставив В живых Никого Так Исполнилось То Что Служитель Божий Пророчествовал О грехах Иераваама Дом Иераваамов Был Полностью Истреблен Все Члены Семьи Иераваама Были Убиты Можете Ли Вы Это Понять Вааса Был Чиновником Царя Навата Но Когда Он Подняв Мятеж Незаконно Захватил Престол Он Не Пощадил Никого Из Семьи Иераваама Он Повелел Своим Воинам Полностью Истребить Семью Предыдущего Царя Был Убит Каждый Человек Состоящий В родстве С Иераваамом Библия Говорит Что Это За Грехи Иераваама Которые Он Сам Делал И Которыми Ввел В грех Израиля За Оскорбление Которым Он Прогневал Господа Бога Израилева Третья Царств Глава Пятнадцатая Стих Тридцатый Однако После того Как Вааса Стал Царем Он Тоже Пошел По стопам Иераваама Как Написано В Третий Год Ассы Царя Иудейского Воцар Воцарился Вааса Сын Ахии Над Всеми Израильтянами В Фирце И Царствовал Двадцать Четыре Года И Делал Неугодное Пред Очами Господними И Ходил Путем И Яроваама И Во грехах Его Которыми Тот Ввел В грех Израиля Третья Царств Глава Пятнадцатая Стихи Тридцать Третий Тридцать Четвертый Современные Христианские Лидеры Грешат Не только Сами Но И Вводят В эти же Грехи Свою Паству Как же Это Неправильно Какую Же Ошибку Совершают Современные Христианские Лидеры И При этом Они Даже Не понимают Что Творят Нечестивые Дела Современным Христианским Вождям Даже И Не снилось Что Они Фактически Совершают Грехи И Ярова Ама Когда Учат Что Отпущение Грехов Приобретается По вере В одну Только Кровь Иисуса Пролитую Им На кресте Они Они Думают Что Если Они Выглядят Несовершенными Людьми То Все Это Из-за Их Неосторожности И Все Они Считают Себя В сущности Добрыми И Формально Правильными Христианами Учитывая Тот Факт Что Все Эти Христианские Лидеры Верят Что Иисус Спас Их От Всех Грехов Только Приняв Смерть На кресте В современных Христианских Общинах Едва Ли Можно Найти Человека Который Считает Это Ложным Вероучением Наверное Это Никому И Не Снится Несмотря На то Что Христиане Отличаются Друг От Друга В Зависимости От Деноминаций К К К К Они Принадлежат Все Они Одинаково Верят Что Иисус Спас Их На Голговском Христе Вот Почему Им Даже В голову Не приходит Что Их Вера Может Быть Ошибочной Им Очень Удобно В это Верить Потому Что Все Остальные Христиане Верят Так Как Они Поэтому Служители И Пасторы Уверенно Проповедуют Что Спасение Приносит Только Кровь Иисуса Пролитая Им На Голговском Кресте Однако Эти люди Не только Не знают Евангелия Воды И Духа Но Отвергают Его И Проповедуют Другим Иные Ложные Евангелия Совершенно Не Понимая Что Они Делают Наверное Никто Из Них Не Считает Что Проповедование Подобных Заблуждений Это Именно То Чем Иераваам Грешил Против Бога Но Что 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 Иераваам Грешил Не Только Сам Но Также Вел В грех Свой Народ Чем И Погубил Себя Это Сообщение Неоднократно Подчеркивается В Ветхом Завете От Третьей Книги Царств До Книги Пророка Малахии Как Это Ужасно Большинство Христиан Считает Свою Веру В Иисуса Очень Правильной Те Кто Проповедуют Только О крови Иисуса Пролитой Им На кресте Придавая Значение Жертве Иисуса Часто Постятся Можем Молятся И Безвозмездно Занимаются Благотворительностью Они Наверное Считают Себя Добрыми Христианами Потому Что Являют Любовь Иисуса Не только На словах Но И в Своей Реальной Жизни Но Они Не Задумываются О том Что Вера Их Предшественников Может быть Ошибочной Напротив Они Убеждены В том Что Верят В Абсолютную Истину Иначе Говоря Они Наверное Считают Что Нет Иного Евангелия Которая Может Их Спасти Кроме Евангелия Крови Иисуса Которую Он Пролил На Кресте Однако Библия Говорит Что Именно Евангелие Воды И Духа Является Истинным И подлинным Евангелием Первое Иоанна Глава Пятая Стихи Четвертой Восьмой Размышляя О Евангелии Воды И Духа Мы Можем Увидеть Как Далеко От него Отошло Современное Христианство Вот Почему Даже Несмотря На то Что История Христианства Насчитывает Более Чем Две Тысячи Лет Его Нынешние Последователи Массово И Постоянно Впадают В заблуждение Их Даже Отвергает Мирское Общество Пресвятериане Заблуждаются Из-за своих Пресвятерианских Учений Католики Заблуждаются Из-за своих Католических Догматов И так далее Каждая Христианская Община Далеко Отошла От истинного Слова Библии Из-за своих Лжеучений Их вера Совершенно Отличается От веры В Евангелие Воды и Духа Действительно ли Евангелие Воды и Духа Говорит Только о Крови Иисуса Пролитой Им на Кресте Нет Евангелие Воды и Духа Провозглашает Что когда Господь Пришел На эту землю Он взял на себя Все наши грехи Посредством Крещения Которые Он принял От Иоанна Крестителя Вознес Их на крест Был Осужден На смерть Чтобы Понести На себе Осуждение За все Наши грехи Снова Воскрес Из мертвых И таким образом Стал Нашим Спасителем Оно Гласит Что Иисус Не только Понес На себе Все Наши С вами Грехи Когда Принял Крещение От Иоанна Но Пролив Свою Кровь На кресте Он Также Был Осужден За все Грехи Мира Таким образом Он Избавил Нас От смерти И Погибели И Привел Нас В Царство Сына Божьего Вот Евангельская Истина О воде И духе О которой Говорит Библия Сегодня Верующие В Евангелии Воды И духа Являются Благословенными Людьми Нынешнего Последнего Времени Которые Получили От Бога Благодать Спасения Современное Христианство Имеет Долгую И бурную Историю Хотя Оно И хвалится Своей Историей Которая Насчитывает Более Двух Тысяч Лет Начиная С Миланского Эдикта Изданного Римским Императором В Триста Тринадцатом Году До Рождества Христова Оно Погрузилось Во тьму Которая Длилась Более Тысячи Лет Под Господством Католической Церкви Но Несмотря На то Что Реформация В шестнадцатом Веке Положила Начало Протестантизму Даже После Этого Христианские Учения Все еще Были Далеки От Праведности Божьей Современные Христиане Ничего Не знают О Евангелии Воды И Духа И Не веруют В Него Также Нельзя Сказать Что Те Кто Сейчас Ведет Свою Жизнь Веры В различных Христианских Церквях Начало Которым Положила Реформация Полностью Освободились От Католической Веры Все Что Они Сделали Это Только Ушли Из Католической Церкви Но Несмотря На Это Их Вера Остается Тщетной Ибо Они Вместо Того Чтобы Уверовать В Евангелии Воды И Духа Продолжают Придерживаться Своего Лжеучения Согласно Которому Спасение Приобретается Верой В одну Только Кровь Иисуса Которую Он Пролил На Кресте Иными Словами Проблема В том Что Они По Настоящему Знают Только О Крови Иисуса Пролитой Им На Кресте И Не Верят Что Он Взял На Себя Все Их Грехи Раз И Навсегда Приняв Крещение От Иоанна Крестителя А Их Лидеры Не Верят В Евангелие Воды И Духа И Не Проповедуют Его Вот Почему Даже Кальвин Оставил В своих Толкованиях Много Отчаянных Молитв В которых Он В основном Просил Господа Просить Такого Грешника Как Он По По Сути Вместо Того Чтобы Стать Безгрешными По Вере В Иисуса Христианские Лидеры Фактически Превратились В Еще Более Отъявленных Грешников Распространяя Свои Христианские Учения Они Только Увели В Заблуждение Бесчисленное Множество Людей Не Зная Евангелия Воды И Духа Они Проповедовали Учение О Возрастании В Святости Утверждая Что Человек Должен Постепенно Возрастать В Святости Чтобы Стать Безгрешным В Результате Христиане Стали Ошибочно Полагать Что Даже Если Они Останутся Грешниками Они Все равно Смогут Войти В Царство Божье Только По Своей Вере В Иисуса Еще Они Стали Верить Что Один Бог Знает Кто Из них Спасен А Кто Нет Их Вера Полностью Унаследована От Заблуждений Своих Лидеров Которые Все Без Исключения Впали В Духовное Смятение Они Ведут Свою Жизнь Веры Как Последователи Учения О Предопределении Иными Словами То Во Что Они Верят Не Является Истиной Если Христианские Лидеры В Любой Деноминации Верят Неправильно То Всем Тем Кто Находится Под Их Руководством Ничего Не Остается Кроме Как Тоже Верить Неправильно Почему Потому Что Обладая Ограниченными Знаниями Они Не Могут Распознать Свою Ложную Веру Начало Ереси Было Положено В Ветхозаветные Времена Она Пошла От Иераваама Основоположником Массовой Ереси Является Иераваам И Начиная С его Времени Ересь Была Широко Распространенным Явлением До Конца Ветхозаветной Эпохи И Продолжала Существовать Даже До Новозаветных Времен В наше Время Массовая Ересь Находит Поддержку В лице Лидеров Деноминаций Вера Которых Ничем Не Отличается От Веры Иераваама Даже После того Как Иисус Пришел На эту Землю И спас Нас От греха Через Евангелие Воды И Духа Христианство По-прежнему Находится В заблуждении Вот почему Христианство Сейчас Пребывает В полной Тьме Весь мир Покрыла Кромешная Тьма Сегодня Однако Бог Явил миру Евангельскую Истину О воде И духе Таким образом Он дал Возможность Верующим В Евангелие Воды И Духа Спастись От греха Он Спас Нас Целиком И Полностью Так что Никто Из нас Не может Сказать Что Он Грешен Заблудшие Лидеры Христианских Общин Должны Осознать Что Они Даже В этот Самый Миг Обманывают Людей Ныне Эти Христианские Лидеры Должны Познать Евангелие Воды И Духа Уверовать В Него Правильно И Должным Образом Проповедовать Они Должны Возблагодарить И Прославить Бога За Евангелие Которое Он Он Нам Дал В Нынешнем Веке И В Наше Время Отныне Они Должны Веровать В Этой Евангелие И Распространять Его По Всему Миру И Ибо Евангелие Воды И Духа Это Непреложная Истина Начертанная В Библии Однако Современные Христианские Лидеры Не знают Этого Евангелия И Слепо Верят В Учения Собственных Динаминаций Это Неизбежно Происходит С каждым Кто не Ведает О силе Евангелия Воды И Духа Вот почему Мы Сначала Должны Указать Им На Грехи В их Сердцах На Основании Слова А Затем Проповедовать Им Евангелие Сказав Им Есть ли на вашей совести Какие-либо Грехи Иисус Взял на себя Эти грехи Приняв Крещение Он Вознес Их На кресте Был Распят И Умер Затем Он Снова Воскрес Из Мертвых И Спас Нас Полностью Таким Образом Иисус Изгладил Все Ваши Грехи Остаются Ли У вас Грехи По-прежнему Или Все Они Устранены Таким Образом Христианские Лидеры Повсюду Должны Получить Спасение Обрести Истинную Веру Сделаться Работниками Трудящимися Ради Царства Божьего Жить Ради Евангелия И Стать Божьими Жнецами Последних Дней Если вы Изучаете Богословие Поверхностно Не Вникая В историю Христианства Вы Вполне Можете Превратиться В Еретика Каждый Человек Должен Получить Верное Представление О Евангелии Воды И Духа Истинном Христианстве Хотя Большинство Вангелия Воды И Духа Является Непреложной Истинной Как сказано Так и Нас Ныне Подобное Сему Образу Крещения Неплотской Нечистоты Омытия Но Обещание Богу Доброй Совести Спасает Воскресением Иисуса Христа Первое Петра Глава Третья Стих Двадцать Первый Этот Отрывок Означает Что Иисус Раз и Навсегда Спас Нас От Всех Наших Грехов Придя На эту Землю Приняв Крещение Умерев На Кресте И Снова Воскреснув Из Мертвых Чтобы Мы Могли Омыться От Всех Наших Грехов Очистить Свою Совесть И Ответить На Божий Призыв Именно В это Верили Апостолы Также Библия Дает Ясно Понять Что Иисус Спас Нас Водой Кровью И Духом Первое Иоанна Глава Пятая Стихи Третий Восьмой Сам Иисус Сказал Если Кто Не Родился От Воды И Духа Не Может Войти В Царствие Божие Иоанна Глава Третья Стихи Второй Седьмой То Что Мы Должны Родиться От Воды И Духа Означает Что Мы Спасемся От Наших Грехов Если Уверуем Что Иисус Взял На Себя Все Грехи Мира Через Крещение Которое Он Принял От Иоанна Крестителя Умер На Кресте Воскрес Из Мертвых И Тем Самым Спас Нас Только Тогда Мы Сможем Стать Детьми Бога И Его Работниками И В полной Мере Наслаждаться Славой И Величием Вместе С Богом Именно Потому Что Люди Не Знают Евангелия Воды И Духа Они Придерживаются Только Тех Учений Которые Проповедуют В Их Деноминациях Чтобы Постичь Евангелие Воды И Духа Нужно Изучать Библию И Учиться У тех Кто Уже Познал Это Евангелие Чтобы У вас Открылись Духовные Глаза Вы Должны Изучать Библию И Учиться У тех Кто Уверовал В Евангелие Воды И Духа И Родился Свыше Прежде Вас Я Точно Знаю Что Вся Библия Как Ветхий Завет Так И Новый Говорит О Евангелии Воды И Духа Это То Чему Научил Меня Бог Мы Должны Изучить Историю Христианства Чтобы Понять Когда Вера В Евангелие Воды И Духа Была Искажена И Насколько Правильной Является Вера Современных Христиан Если Они Знают Евангелие Воды И Духа И Должным Образом В Него Веруют То Они Должны Благодарить За Это Предшественников Своей Веры А Если Нет То Они Должны Уверовать В Евангелии Воды И Духа Прямо Сейчас Пока Не Поздно Христианские Лидеры Должны Быть Людьми Истинной Веры То Есть Иметь Веру Авраама Неужели Мы Получили Знания О Евангелии Воды И Духа От Богословов Нет Конечно На самом Деле Они Верят В Иное Евангелие Отличное От Евангелия Воды И Духа Если Бы Современные Христиане Не Унаследовали Веру Религиозных Реформистов У них Была Была Возможность Познать Евангелие Воды И Духа В эпоху Реформации Проведение Реформ В церкви Было Неизбежным Средневековая Католическая Церковь Постоянно Занималась Охотой На Ведьм Чтобы Отнимать У людей Деньги И Имущество Приписывая Им Ересь Она Обвиняла В ереси И Уничтожала Бесчисленное Множество Людей Например Если В лице Какой-нибудь Богатой Женщины Церковь Видела Опасность Для себя Она Обвиняла Ее В колдовстве И Поклонении Дьяволу Только Чтобы Конфисковать Ее Имущество Для Этого Проводилось Заседание Церковного Суда Под Названием Инквизиция На Котором Ее Обвиняли И Приговаривали К смерти Суд Находил Двух Лжесвидетелей Которые Давали Ложные Показания Эта Женщина Проклинала Иегову Бога Она Говорила Что Иисус Не Бог И не Сын Божий Затем Ее Под Пытками Вынуждали Признаться И Наконец Казнили Методы Пыток Были Очень Жестокими И Ужасными От Растягивания Языка До Четвертования И Сдирания Кожи Так что У нее Не было Выбора Кроме Как Дать Ложное Признание Затем Ее Казнили Во Имя Церкви А все Ее Имущество Подлежало Конфискации Вот Так Проводилась Охота На Ведьм Такими Методами Католическая Церковь Накопляла Своё Богатство В Эпоху Средневековья Разумеется В наше Время Католическая Церковь Уже Этим Не Занимается Но Она Творила Эти Ужасы В Прошлом За Свою Тысячелетнюю Историю В Эпоху Средневековья Она Запятнала Себя Подобными Жестокостями Все Это Известно Каждому Кто Изучал Церковную Историю Однако Многие Люди Имеют Поверхностные Знания О Реформации Реформисты Совершали Те же Жестокости Что И Католические Власти Иными Словами Немногие Люди Знают Что Жестокости Католической Церкви Повторялись Некоторыми Протестантскими Реформистами Например Французский Реформист Жан Кальвин Считал Божественность Христа Обязательным Элементом Своего Учения Но Были Люди Которые Отрицали Божественность Иисуса И Тогда Подобно Католической Церкви Кальвин Он тоже Устраивал Религиозные Суды Для Их Преследования Обвиняя Их В Ереси И Сжигая На кострах В то Время Религиозные Лидеры Обладали Большой Властью Имеем Ли мы Сейчас Власть Сжигать Людей На кострах По Обвинению В Ереси Нет Мы Не Имеем Такой Власти Мы Лишь Пытаемся Отвратить Современных Христиан От Их Ложной Веры Потому Что Они Вместо Евангелия Воды И Духа Верят В иное Евангелие Но Мы Не Имеем Права Сжигать Их На кострах Или Избивать На смерть За ересь Но В эпоху Реформации И до нее Многие Религиозные Лидеры И другие Люди Обладали Такой Властью Конечно Сегодня Это Немыслимо Потому Что Мы Живем По Мирским Законам Но В Былые Времена Это Было В Порядке Вещей Однако Сегодняшние Наследники Религиозных Реформистов Которые Проповедуют Свою Веру Как Истинную Слепо Отвергают Каждого Человека Чья Вера Отличается От их Собственной Как Еретика Когда-то Пресвятириане Обвиняли В Ереси Методистов А Методисты Отвергали Пресвятириан Как Еретиков Но И те И другие Постоянно Осуждали Церковь Полного Евангелия Как Еретическую Каждая Динаминация Обвиняла Друг Друга В Ереси По крайней Мере Так Было В Корее Но Что Происходит Сегодня Так Как Церковь Полного Евангелия Которая Является Динаминацией Пятидесятников Стремительно Растет И Становится Очень Влиятельной Никто Уже Не Осмеливается Обвинять Ее В Ереси Все Эти Динаминации Теперь Признают Друг Друга Правоверными Церквями И Поддерживают Общение Между собой Из этого Мы Можем Извлечь Важный Урок Во что Бы не Верил Лидер Его Последователи Обязаны Верить Точно Так Же Вера Лидера Является Решающим Фактором Его Последователи Неминуемо Наследуют Его Веру Даже Если Они Этого Не Хотят Поэтому Если Человек Придерживается Веры Своих Предков Он Обязательно Становится Еретиком Даже Если Сам Этого Не Желает В наше Время Христианство По всему Миру Превратилось В Массовую Ересь Поэтому Все Мы Очень Хорошо Знаем Что Наше Призвание Состоит В том Чтобы Вернуть Все Это Множество Людей На Истинный Путь Вот Почему Мы Проповедуем Им Евангелие Воды И Духа И Вот Почему Я Теперь Использую Пример Иераваама Чтобы Подробно Объяснить Что Такое Ересь Иногда Нам Хочется Прямо Сказать Этим Христианам Грешникам Вы Не Должны В Это Верить Вы Еретики Но При Таком Подходе Мы Никогда Не Обратим Их Сердца Если Человек Полностью Связан Лжеучениями Трудно Изменить Его Мнение Сказав Ему Все Сразу Мы Можем Изменить Мнение Подобных Людей Только Если Шаг За Шагом Объясним Им На Основании Слова Почему Их Верования Неправильны Вот Как Они Смогут Уверовать В Слово Правильно И Таким Образом Измениться Чтобы Обрести Спасение Даже Теперь Многие Люди Получают Прощение Своих Грехов Читая Наши Книги В То Время Как Некоторые Люди Получают Прощение Своих Грехов После Прочтения Всего Лишь Двух Наших Книг Большинству Людей Нужно Прочитать Пять Или Шесть Книг Прежде Чем Они Смогут Омыться От Своих Грехов Печально То Что Хоть Мы Теперь Издаем Наши Серии Книг О Духовном Росте Из-за Финансовых Трудностей Мы Не В Состоянии Поделиться Ими С Желаемым Количеством Верующих В Евангелие Но К счастью Наши Книги И Далее Переводятся И Выкладываются В электронном Формате И Многие Люди Их Скачали Понимая Как много Людей Сегодня Впало В Массовую Ересь Все Мы Должны Осознать Что Мы Призваны Молиться За Них И Спасти Их И Все Мы Должны Жить Ради Этой Цели Мы Должны Молиться По Простой Причине Потому Что Бог Слышит Наши Молитвы Бог Слышит Наши Молитвы Если Мы Достаточно Молимся И Обязательно На Них Отвечает Недавно Возникло Серьезное Напряжение Из-за Северокорейской Ядерной Программы Но Южнокорейский Министр Объединения Чунг Донг Ян Вернулся Со Своей Последней Поездки В Северную Корею С Некоторыми Успешными Результатами Заключив С Председателем Кин Чен Иром Договор О Намерении Значительно Изменить Отношения Между Двумя Странами Мы Усиленно Молимся О Проблеме Северокорейской Ядерной Программы И Вполне Возможно Бог Побудет Кима Решить Этот Вопрос И Предотвратить Войну На Корейском Полуострове Я Благодарю За это Бога Также Мы Всегда Молимся Богу О Спасении Всех Тех Кто Попал В Ловушку Массовой Ереси Если Мы будем Проповедовать Слово Предварительно Об этом Помолившись Бог Их Полностью Обратит И Вернет К Евангелию Воды И Духа К Настоящему Времени Люди Понемногу К Нему Возвращаются И Мы За Это Благодарны Но Теперь В Эти Последние Времена Вполне Возможно Что К Нему Вернутся Целые Динаминации Я Верю Что Наступит День Когда Этот Евангельский Труд Принесет Плоды В жизни Всех Этих Христиан И Побудет Их Массово Вернуться К Истинному Евангелию И Тогда Они Скажут Нам Как Невежественны Они Были Все Это Время И Как Они Нашли Истину В Наших Книгах Поэтому Давайте Молиться За Всех Тех Кто Попал В Ловушку Массовой Ереси И Продолжать Трудиться Чтобы Всех Их Спасти Його 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 Продолжение следует...